Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале страны. Политика это как игра в шахматы, а геополитика это как самое крутое соревнование шахматистов, где случайные люди никогда надолго не задерживаются. Вот только в шахматах после проигрыша не наступает никаких серьезных последствий, в отличие от политики. Там, если за шахматную доску сядет человек, который абсолютно ничего в этом не понимает, то последствия, конечно, будут. Таким абсолютно случайным человеком в политике оказался Владимир Зеленский. Он, в принципе, таким был и с самого начала, но когда-то была надежда, которая уже угасла. Также стоит отметить, что Украина постепенно теряла и на данный момент фактически потеряла свою субъектность на мировой арене. Поэтому многие решения в геополитике, которые касаются непосредственно Украины, принимаются без Украины. Типичным примером этого были переговоры двух президентов, Джо Байдена и Владимира Путина. Там обсуждалась Украина, как вы понимаете, без Украины. Также тот факт, который настойчиво пытаются навязать как прошлые, так и нынешние власти, что Украина это центр вселенной, что все в мире очень обеспокоены украинским вопросом. Чего бы он там ни касался, Донбасса, Крыма, Газа. Украина это не центр вселенной и как только люди, которые случайно оказались за политической шахматной доской, это поймут, это станет первым шагом на пути к решению глобальных украинских проблем и восприятия нашей страны в глобальной геополитике. И сегодняшнее событие, о котором далее пойдет речь в этом блоге, наглядное подтверждение того, что в политические шахматы должны, грубо говоря, играть те люди, которые в этом что-то понимают. Буквально через неделю после того, как состоялся видеозвонок Путина и Байдена, прошла демонстративная и весьма показательная встреча президентов России и Китая. Формат был аналогичный, встречались по видеосвязи. Тон российско-китайской этой встречи был подчеркнут дружеским и, если не сказать больше, таким союзническим, в отличие от разговора с Байденом, где риторика была более сдержанной, а разговор был более напряженным. И прямо сейчас мы разберемся, о чем сегодня договорились Путин и Си Цзепин, а также, что они хотели этим звонком показать американцам. Все не просто в этом мире, а тем более в политике. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. На сайте Кремля вышло 9-минутное видео разговора двух президентов. Путин заявил, что российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. И сделал как бы заявку на то, что продолжаться это будет очень долго. Он пожелал превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства. Товарооборот этих двух стран в уходящем 2021 году превысил показатели 2019 года, то есть до пандемии. Две страны объединяют множество совместных проектов, в том числе и производство вакцины от коронавируса «Спутник». Также Путин заявил, что лично посетит Пекин, чтобы встретиться с Си Цзепином во время Олимпийских игр. И это будет первая личная встреча с начала пандемии. Но очень важным моментом и сигналом как раз является то, что эта встреча будет проходить во время именно Олимпийских игр, которую дипломатически бойкотирует часть стран Запада. На этом фоне визит Путина как раз таки подчеркнет особые отношения России и Китая. Лидер КНР уже, кстати, подтвердил, что встреча состоится. И заявил, что Россия и Китай вместе выступают на международной арене и отстаивают истинную суть демократии и прав человека. И это однозначно было камнем в огород американцев, которые постоянно берут на себя роль главных демократов на этой планете. На видео, которое было опубликовано на сайте Кремля, ничего конкретного не прозвучало. Но после помощник российского президента Юрий Ушаков раскрыл несколько интересных деталей. По его словам, Си Цзепин заявил, что отношения между двумя странами России и Китаем по прочности превосходят союзнические. Он также высказал опасения по поводу поведения США в Тихом океане и создания нового военного блока под названием Аукус, который НАТО создает против Китая. Но, пожалуй, самое главное, что прозвучало во время этого разговора, это решение о создании финансовой структуры, которая будет проводить расчеты между этими двумя странами без контроля Запада. Ушаков сказал, особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой структуры для обслуживания торговых операций России и Китая, чтобы третьи страны не могли влиять. И Владимир Путин и Си Цзепин также выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах и расширение сотрудничества по обеспечению допуска инвесторов на фондовые рынки друг друга. Очевидно, что это поможет как России, так и Китаю обходить любые западные санкции при взаимной торговле, по сути дела, эти самые санкции бессмысленны. Сравнение вот этих двух видеозвонков сначала Путина и Байдена, а потом Путина и Си Цзепина напрашивается, конечно же, само собой. Одна из основных целей контакта американцев с россиянами это было надавить на Россию, чтобы та не сближалась с Китаем. Ведь обе эти страны и Россия и КНР на данный момент обеспечивают друг другу такой, можно сказать, геополитический тыл. Китай делает бессмысленной западную экономическую изоляцию России, а Россия дает Китаю сухопутный доступ к энергоносителям, которые не могут прирезать американцев в случае их какого-либо конфликта с Китаем. Не говоря уже здесь о взаимной военной поддержке, а в перспективе оборонительном союзе. И одна из главных задач американской политики на этом направлении это хотя бы сделать так, чтобы Россия в отношении Китая оставалась нейтральной. И одним из козырей Вашингтона здесь является Украина. Согласитесь, весьма чувствительный для России участок по многим направлениям. Поэтому тот факт, что на переговорах, которые состоялись неделю назад между Путиным и Байденом, говорили об Украине, означает, что речь шла в глобальном смысле о Китае. И в этом контексте сегодняшний созвон Путина и Си Цзепина играет на две цели. Во-первых, Россия хочет показать Китаю, что переговоры со Штатами не означают никакой зрады касательно отношений Москвы и Пекина. Нет. Поэтому использовался подчеркнуто дружеский такой тон беседы. Во-вторых, идет четкий месседж от Москвы американцам. Пока нет каких-то реальных действий по Украине, отношения с Китаем будут крепнуть. Таким образом, Байдена как бы стимулируют быстрее влиять на Киев по выполнению политической части Минских соглашений. При этом всем, друзья, надо понимать две вещи. Российская Федерация при Путине вряд ли свернет с курса по укреплению отношений с Китаем. Этот вопрос для них гораздо приоритетнее украинского. После Майдана в Киеве, после того, как Запад многократно вводил против России санкции, элиты в России, имеется в виду, уже разуверились в какой-либо необходимости движения на Запад, скажем так. И вряд ли этот вектор изменится, даже если со стороны Байдена будут какие-то весомые уступки. Следует также понимать, что с оглядкой на все вот эти моменты будут действовать и Соединенные Штаты Америки. В связи с чем, вот этот общий тренд, который продолжается уже 8 лет, превращение Украины в потенциальный плацдарм против России, будет продолжаться, к сожалению, и дальше. И здесь стоит вспомнить предыдущий, ясно-понятно, блок касательно учений НАТО в Украине. Вроде как американцы, с одной стороны, согласились обсудить требования России с другими странами-членами НАТО касательно нерасширения Североатлантического альянса на восток, а с другой стороны, как вы видели в предыдущем блоге, натовских войск в Украине станет больше, станет больше учений. Но при этом не исключены и подвижки по мирному регулированию на Донбассе. Во-первых, чтобы снизить риски возможной эскалации, которая дальше может сорваться в большую войну. Во-вторых, застраховать Киев от тотального разгрома, а США, собственно, от потери лица. А то будет как-то, ну прям, очень сильно неудобно. Судя по звонку Байдена в Киев, спустя два дня после разговора с Путиным, Вашингтон действительно начал работу по реанимации Минских соглашений. И вопрос сейчас, на самом деле, стоит в том, насколько у американцев твердые намерения, и надо понять, а что об этом думают в Европе. И на данный момент Зеленский находится в Европе, где будет встречаться с лидерами европейских стран, с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Макроном. После чего мы также сможем сделать соответствующие выводы. Так что будут движения в этом направлении, я имею в виду мирный процесс по Донбассу или нет, узнаем совсем скоро. Вот такие дела, друзья. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно блог на канале страны. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»